Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Партнер программы «Новости» – клуб танцевального спорта «Лунапарк». Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Санитарное состояние города, криминогенная обстановка и контроль миграционных процессов. На планированном совещании первый вице-мэр Анапы Светлана Яровая рекомендовал руководителям исполнять работу самостоятельно, если организовать рабочий процесс не получается. И распорядилась перепроверить жилой фонд в сельских округах для того, чтобы предоставить вымороченные имущества нуждающимся анапчанам. Лишних домов не бывает. Заброшенное жилье в станицах и селах предоставят нуждающимся семьям, кто стоит в очереди по несколько лет. Это распоряжение первого вице-мэра Анапы Светланы Яровой. Главы Анапского и Приморского сельского округа уже нашли подходящее здание. Задача других глав – проверить еще раз, более ответственно. Еще одна проблема недвижимости в Анапе – стройки летом. Многократно увеличились обращения жителей о том, что идут строительные работы в СИЗО. Я думаю, должна дать небольшую информацию о том, что в администрации подготовлено соответствующие предметы и подписано постановление. Однако прокуратурой это постановление опротестовано было представлением. Наш адрес. Мы аргументированно отказали в удовлетворении представления. Без и с чем прокуратурой подано исковое заявление в суд, было рассмотрение, и данное исковое заявление в судебном порядке удовлетворено. Понятней станут правила постановки еще в одну очередь. О получении места в детском садике новчане будут узнавать по электронной системе. О криминогенной обстановке за неделю отчитался начальник отдела МВД по городу Андрей Терехин. 24 кражи, 623 нарушения правил дорожного движения, 56 актов о нарушении правил торговли и потребительского рынка. За неделю сотрудники полиции изъяли более 10 тысяч литров алкоголя из продажи, в ближайшее время подготовят склад для хранения арестованной продукции. Сотрудники миграционной службы поставили на учет 476 иностранных граждан, выдали 223 патента на работу в России. Задачи на предстоящую рабочую неделю начальникам подведомственных управлений дали заместитель мэра Анапы Юрий Поляков, Сергей Козлов и Михаил Баюр. В центре внимания правила торговли, санитарное состояние города, нарушение парковки и стоянок, в том числе квадроциклов. Подготовка к урожаю 2014 года и к осенне-зимнему сезону. Хороший хозяин готовится, а не летом. На планерке в очередной раз коснулись темы амброзии. Светлана Яровая предложила свой способ борьбы с сорняками на газонах и среди чиновников. Каждый здесь присутствующий практически, мы закреплены за собой территорией. Никто не говорит, что вы лично должны взять косу в руки и, в общем-то, это делать. Но если вы не умеете организовать хозяйствующие субъекты на этой территории, знакомыми, переговорить с фортальными и так далее, то лучше возьмите. О санитарно-эпидемиологическом состоянии города отчиталась начальник территориального отдела Роспотребнадзор Лариса Медведева. Случаев заболевания интервирусным менингитом в Анапе нет. Сарафанное радио доносит до анапчан неправильную информацию. Зарегистрирована ветряная ОСПО, лидер инфекционных заболеваний, респираторные заболевания, кишечные инфекции. Участились жалобы на укусы животных, бродячих и домашних. В целом, обстановка в городе стабильно спокойная. Хозяевам мини-аквапарков и водных горок на заметку провести санитарную очистку всех объектов. За неделю такое же обращение коммунальщикам урны и мусорные баки в городе почистить. Привести в порядок столовые в этом году их особенно много и, как правило, ставят объекты общепита на земле по ДЖС. Специалисты службы Роспотребнадзор имеют право приостанавливать работу за нарушение санитарных условий. Администрация города в судебном порядке будет закрывать. Такие забегаловки. И еще одно событие недели. На государственную пенсию вышел начальник управления образования Дмитрий Байдиков. За многолетний труд и существенный вклад в развитие системы образования Дмитрий Афанасьевич получил благодарность мэра Анапы. Участники планерки стоя аплодировали учителю и самому народному начальнику управления образования Дмитрию Афанасьевичу. Наталья Пухальская, Роман Карпов, Анапа. Регион. Горячая новость. Утром в дежурную часть пожарной службы поступил сигнал. Пожар на Пионерском проспекте. Горит отель. Вадим Родин выехал на место ЧП. Подробности прямо сейчас. Внезапный пожар в отеле «Капитан» на Пионерском проспекте полностью уничтожил два верхних этажа. Без вещей, документов, денег и билетов домой остались десятки гостей отеля. Пожарным только через несколько часов удалось полностью победить огненную стихию. Рано утром, пока отдыхающие еще спали, кто-то позвонил дежурному пожарной службы. Сообщили, что в отеле горит один из номеров. Началось с утра, сработала пожарная сигнализация. Подошли, спросили, собрались на море, сказали, все нормально, идите отдыхайте. Уже в начале 11-го приехала пожарная, одна машина, просто дымилась. Дальше все загорелось. Мы с ребенком вышли, сначала все над этим наблюдали, говорим, давайте, вот у нас мужчины, давайте поможем. Мы все побежали на пятый этаж, там вода просто уже с потолков начала капать. Они бегают с ключами от номеров, мы говорим, открывайте номера, мы людям вытащим одежду. Они говорят, нет, мы не откроем номера, то есть, ну, мало ли как мы будем, мы за это будем отвечать. Сами с ресепшена все забрали, помимо того, что надо было вещи забрать, брали какие-то свои иконы, еще там чего-то. То есть, свои вещи. Не беспокойтесь, то есть, от туристов вообще. В итоге за вещи постояльцев владельцу отвечать придется. Вернее, возмещать ущерб за утраченное имущество. Счастливчики, отдыхавшие утром на море, вернувшись в отель, обнаружили, что возвращаться некуда. И самая большая проблема для гостей курорта, документы и деньги уничтожил огонь. Ну вот, мы купались, глядим, крыша горит. Решили посмотреть. У нас там, конечно, и вещи вот у девушки, и все, и купальники, и трусы, все осталось. Есть и такие, которые во время операции по тушению пожара рисковали жизнью, спасая документы. Площадь возгорания составила порядка 500 квадратных метров. На месте работали 26 единиц техники и более 80 человек пожарных и спасателей. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. На момент возгорания в отеле проживало 84 человека. Создан оперативный штаб, который возглавил мэр Анапы Сергей Сергеев. Городские власти решили вопрос о расселении проживающих капитане гостей в ближайшие гостиницы. С минуты получения информации о возгорании в отеле капитан был создан главой муниципального образования Сергеем Павловичем Сергеевым штаб, который работает здесь же на месте. На данную минуту сведений о пострадавших либо погибших у нас никаких нет. Все люди эвакуированы из этого здания. И проведена полная перепись всех лиц, которые там проживали. Записываем контактные телефоны, номера, в которых люди проживали, с тем, чтобы их перераспределить в другие гостиницы. Вот уже один автобус уезжает в Благовещенскую с семьями, вместе с вещами. Они будут там размещены и им будут обеспечены условия для дальнейшего завершения своего отпуска. К половине третьего дня пожар удалось потушить полностью. Ущерб, понесенный гостями отеля, почитает и возместит владелец. Вадим Родин, Анапа-регион. Мы – будущее России. Под таким девизом прошло закрытие второй смены юных журналистов в детском лагере «Полярные зори». За две недели юнкоры побывали на мастер-классах у заслуженных журналистов Кубани, выпустили газету и приняли участие в творческих конкурсах. Юнкоровское движение охватило всю Кубань. Цель приезда юных журналистов в Анапу – не купание в море и солнечные ванны, а обучение мастерству журналистики. Ребята научились добывать нужную информацию, обрабатывать ее по законам выбранного жанра, готовить материалы к выходу в печать, попробовали себя в роли теле- и радиоведущих. Мы рады приветствовать вас на нашей гостеприимной земле. Глава муниципального образования город-курорт Анапа Сергей Павлович Сергеев шлет вам самый солнечный привет. И очень-очень рад, что вы выбрали для отдыха именно наш замечательный город. Наш город – лучший курорт Кубани, лучший детский курорт. И мы рады вас здесь видеть всегда. Приезжайте к нам почаще. Отличная смена. Я был у вас здесь на прошлой неделе. Мы проводили с юнкорами мастер-классы. Замечательные ребята. За активную работу лучших отметили грамотами. С детства этим занимаюсь и мне очень интересно. Мне интересно придумать сценарий, снимать фильмы, задавать какие-то вопросы, придумать вопросы на интервью. Это очень увлекательно и интересно. Такая уникальная творческая лаборатория позволяет каждому юнкору максимально полноценно подготовиться к будущей профессии. Краевая власть постаралась и создала для вас такие условия, когда вы могли сделать первые шаги в профессию. Это правда здорово. Не в каждом регионе такое есть. Юнкоровская смена. Я вас поздравляю и думаю, что вы уже сегодня определились со своей будущей профессией. И мы вас ждем на факультете журналистики Кубанского государственного университета. И к другим темам. Федеральная сеть оконных компаний «Экопласт» продляет акцию для анапчан. Как купить два окна по цене одного и переостеклить всю квартиру? Расскажем прямо сейчас. Купить одно окно и второе получить в подарок. Компания «Экопласт» продлевает акцию еще на одну неделю. Предложение действует только до 21 июля. Изначально акция «Второе окно в подарок» планировалась всего на 15 дней. Однако она пришлась по вкусу жителям нашего города. Поэтому мы рады сообщить, что в компании «Экопласт» до 21 июля можно купить окно 82 серии и второе получить в подарок. Успейте записаться на замер. Из-за большого объема заказов специалисты компании просят записываться на замеры заранее. Услуга эта бесплатна и отнимет всего 15 минут. При этом клиент получает полный расчет стоимости металлопластиковой конструкции. Предложение распространяется на тех клиентов, которые захотят опорнить заказ в рассрочку. Кроме того, это очень выгодно для людей, желающих переостеклить всю квартиру, заменить балконный блок или балконную раму. Узнайте подробности всех предложений компании «Экопласт» в наших офисах продаж. Выгодно просто и быстро. Родные цены и немецкое качество – уникальное сочетание федеральной сети оконных компаний «Экопласт». Наталья Пухальская, Игорь Куршаков, Анапа. Регион. На сегодня это все новости. В завершении выпуска прогноз погоды на завтра. Прогноз выходит при поддержке наших партнеров. Салон магазина изделий из камней самоцветов «Тайны Медной горы» и торговый центр «Алиса». Всегда удачный шоппинг в центре города. У каждого из нас свои желания. Кто-то любит шоппинг. Кто-то не любит шоппинг. Кто-то любит играть. Файт. А кто-то любит себя. Торговый центр «Алиса». Исполняет ваши желания. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят, как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайны Медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин «Тайны Медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Во вторник, 16 июля, в Анапе сохранится жаркая солнечная погода. Температура воздуха в дневные часы плюс 25-27, ночью до 22 градусов по Цельсию. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы 25 градусов выше нуля. Далее блок полезной информации от партнеров программы. Производство нового предприятия «Меркурий-2» и клуба танцевального спорта «Лунапарк». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир. Развитая инфраструктура. Близость к морю. Срок сдачи — четвертый квартал 2013 года. Телефоны 48333 и 48300. Они стали легендой. Девятикратные чемпионы мира. Клуб танцевального спорта «Лунапарк». Стань одним из нас. Стань чемпионом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...